МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Сибиси. Общественно-политическая передача Актуальна. Сегодня я, ведущий Санан Зай, в гости сегодняшнего выпуска в студии с нами будет генеральный директор Интерфакс-Азербайджан Анар Азизов. Анар Вечер, добрый! Добрый вечер! Кроме того, с нами политический обозреватель Фат Шахбазов. Фат, здравствуйте! И по зуму с нами будет общаться заместитель главного редактора журнала Монокль Петр Скоробогатый. Петр, здравствуйте! Как слышите? Да, все замечательно, приветствую вас! Великолепно! Уважаемый гость, мы начнем с такого момента. Тело в том, что вы наверняка даже видели представителя президента Азербайджана по особым поручениям Ильчина Мербеков. Он дал интервью BBC, где касался того, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Я приведу буквально несколько цитат. Он говорит, что некоторые иностранные государства пытаются потенциально дестабилизировать продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, поставить перспективу мирного регулирования под риск и превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния. Если говорить конкретно, то я имею в виду, говорит Ильчина Мербеков, новые инициативы некоторых западных государств по усилению военного потенциала Армении путем односторонних поставок помощи оружия. Считаю это непрозрачным методом. Это может иметь нехорошие, а то и некоторые негативные с точки зрения безопасности, последствия для перспективы мирного процесса. Какой выход из этой ситуации вы видите? Потому что эта обеспокоенность, в принципе, мы еще вернемся к этому, Баку говорит, но те самые западные страны они не прекращают. Ну и с учетом того, что в этом интервью вот эти тут не обозначены страны, я бы хотел, чтобы вы нам напомнили, о ком идет речь, кто же тут поставляет оружие и выход, опять же, из ситуации в чем? Ну, в принципе, вчера эта тема тоже касалась и президента Азербайджана. Да, он как раз и назвал некоторые страны. Это, если мы говорим про западные Европы, западные страны, это, в принципе, прежде всего Франция, там же и Греция. Ну, Индию мы не будем касаться, хотя она тоже участвует в милитаризации. Да, милитаризация Армении, но в данном случае, если мы говорим про западные страны, то прежде всего это Париж, который, скажем так, можно назвать его негласным руководителем коалиции тех стран, которые поставляют Армении вооружение. Но, в принципе, Баку предупредил, что это будет иметь и фатальные последствия для региона. Ну, достаточно неприятностей стоит ждать Армении от всего этого. И Баку не будет просто сидеть и реагировать, пока западные страны под каким-либо, скажем, программом вооружают Армению с тем, чтобы потенциально завтра, там, послезавтра напасть на Азербайджан. То есть Баку будет реагировать по ситуации. И, как бы, ну, фактически сделал откровенное и четкое предупреждение, что любые действия, касающиеся Азербайджана, ну, направлены... Слажа руки никто в Баку сидит. Да, никто просто не будет сидеть, сложа руки и смотреть, пока Армению вооружают и не могут вводить в заблуждение там оборонительно, это не наступательно, не направлено против третьих стран. В принципе, но Баку будет реагировать по ситуации. Он предупредил... Но предотвратить сам процесс вот такой милитаризации Армении вы пока не видите такой возможности. То есть надо будет уже постфактум реагировать, когда у Армении это вот все это появится. Да, безусловно, постфактум, потому что, в принципе, есть определенные сомнения на тот счет, что все, что заявлено, будет, скажем так, поставлено в Армению. Это может быть и просто определенный, скажем так, пропагандистский агитационный шаг, там, поддержку Пашиняна на внутреннюю аудиторию рассчитано, о том, что вот мы там с определенными странами, которые готовы были нас обеспечить, но не обеспечили, мы взамен им нашли новых партнеров, которые готовы предоставить якобы более современное оружие, больше количества. Во-первых, потому что это все дорогостоящее удовольствие и неясно, как будет Армения за это расплачиваться. Это раз. И, во-вторых, есть определенные сомнения, что это больше пиар-акции, нежели реальные действия. Но в любом случае Баку предупредил и будет уже действовать по факту. Завтра, если какие-то инциденты будут, то Азербайджан вполне может заявить, мы же предупреждали, что любые риски, угрозы будут пресекаться. Вся ответственность лежит на тех, кто, скажем так, вооружал Армению, насюкивал ей на ушко какие-то, что мы обеспечим вам безопасность и все прочее. Понятно. А Фуат, как вы считаете, вообще вот в этой ситуации, с учетом, опять же, говорю, это не первый раз официальный Баку об этом говорит, но мы изменений не видим. С точки зрения, опять же, вы насколько оцениваете угрозу для самого мирного процесса, да, с Арменией, вот такой милитаризации Армении, ее вооружения. И как это можно предотвратить вообще? Нет, честно, в начале этого года, когда первая французская бронетехника попала в Армению через Грузию, как мы все видели, Баку занял определенную позицию и систематическую, которую она и по сей день продолжает, что позиция официального Баку ясна, то есть те, кто вооружает Армению, это направлено против Азербайджана, потому что мирная повестка Азербайджана, которую азербайджанское руководство строит уже с 21-го года, что есть, значит, был когда-то брюссельский формат, был московский формат, был формат в Сочи и все такое. Но уже начиная с 22-го года, в конце 22-го года, что правительство Азербайджана сказало, что имеет место только двусторонний формат, с которым Азербайджан и Армения могут согласовать мирную повестку. Ну и мы наблюдали уже с того момента, когда уже некоторые страны, вот как уже Анна Армена тоже высказалась, что некоторые страны начали тесно сотрудничать с Арменией. И при этом нужно еще вспомнить недавнюю встречу 5 апреля премьер-министра Николая Пашиньяна в Брюсселе с Евросоюзом и с представителем США, с госсекретарем Энтони Блинкиным, когда некоторые источники сообщили, что имеет место не только финансовая поддержка Армении, но еще и военно-техническая поддержка Армении, потому что в основном уже, скажем, армянские военные, бывшие военные или бывшие представители, бывшие официальные лица Минобороны Армении высказались о том, что в Армении имеет место случай, не существует ПВО, которую делает Армении уязвимой против соседних стран и все такое. И очень интересно, что по некоторым данным в этой Брюссельской встрече, на этой Брюссельской встрече имело место разговоры с представителями США, как можно усилить армянское ПВО, предоставить ей новую технологию, которая позволит Армении нейтрализовать, скажем, объекты, воздушные объекты, не дружеские страны. Конечно же, официально Баку уже еще раз в лице Эльчина Эмирбекова высказал мнение, что Азербайджан нацелен на мир, то есть мирная повестка, она все еще стоит. Азербайджан занял четкую позицию, то есть позиция Азербайджана уже не менялась с 21-го года, не считая того, что Азербайджан чуть-чуть дистанцировал себя от Брюссельского и Вашингтонского формата по определенной причине. Но, как мы видим, что есть альтернативы. Альтернатива – это берлинский формат. Это совсем недавно, то есть вчера, если не ошибаюсь, Баку сказал, что они согласны встретиться на министерском уровне в Астане, то есть в Казахстане. Пока от Еревана, кстати, ни Дании нет, мы не слышим. Да, ответа нет, но если будет, то это будет еще второй альтернативной площадкой для переговоров, что очень тоже интересно, потому что на фоне визита президента Токаева в Армению и о том, что, про что он там высказал, что вот Казахстан может стать нейтральной площадкой, это тоже хороший месседж. И еще знаменательный тот факт, что президент Алиев уже совсем скоро вылезет в Берлин, чтобы встретиться с канцелем Германии, и это тоже имеет место, потому что в то время, когда уже Баку отношения с Парижем довольно уже ухудшены. Но их нет, в некотором смысле, да, с Парижем у нас отношения нет. Да, их практически нет, то есть они хуже, не кто с 1991 года. Германия в этом плане передвинулась, обыграла даже и Баку, потому что уже Германия, скажем, активизировалась. И я думаю, что в очень скором времени мы сможем увидеть, как германское правительство и немецкое правительство тоже выскажут мнение против того, что вот лучше не вооружать региональные страны, а лучше продвигать. Будем надеяться. Петр, здесь гости сказали и по поводу президента, которого сделал президент Азербайджана заявление вчера. Действительно, он общался с международными экспертами в течение, ну, около четырех часов он отвечал на вопросы. Плюс по поводу Брюсселя. Я просто хотел бы со вчерашней его встречи с экспертами привести одну цитату. Дело в том, что, говоря о брюссельской вот этой встрече 5 апреля Пашинян, Блинкен и Урсула фон дер Ляйен, он сказал, что предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность беспрецедентной встречи в Брюсселе между представителями Европейской комиссии, гостиниками США и премьер-министром Армении. Он также отметил, что в истории этого объединения еще не было зафиксировано подобной встречи с кем-либо из бывших республик бывшего Советского Союза. Такая встреча не проводилась с Украиной, с Грузией, с Молдовой. Поэтому мы знаем, что в России есть раздражение, недопонимание, что Армения поступает таким образом. Но я хотел бы узнать, о чем говорит данный факт, что ни с кем таких встреч не проводились, хотя мы видим, какие интересы Запада в этих странах, а с Арменией проводятся. При том, что масштабы, потенциал Армении, ну, как бы это не Украина, да это понятно, это такое маленькое государство, да, это понятно. Но почему так происходит? Почему? Еще раз, здравствуйте, коллеги. Что здесь хотелось бы сказать, хотя, да, делайте, пожалуйста, скидку, что я сижу далековато, и поэтому, ну, в общем-то, не могу понять, действительно, чего больше в интонациях президента Азербайджана, значит, все-таки такой политической игры или действительно серьезной обеспокоенности. Ну, потому что, действительно, если он серьезно так обеспокоен этому, значит, есть такие глубокие основания. И здесь можно, так сказать, уже подумать, пофантазировать. Коллеги были очень конкретными, мне даже неудобно, что я буду, может быть, несколько отдаленно говорить, может, конспирологически. Но я предлагаю разделить тему на две части. Во-первых, то есть, с одной стороны, все-таки, ну, по крайней мере, пока что, мне кажется, немножко преувеличенным говорить о милитаризации Армении. Все-таки есть огромное количество факторов в мире сейчас, в том числе и наличие оружия, и наличие финансов на это, и просто потенциал Армении с точки зрения покупки этого оружия, ну, чтобы предвидеть, ну, некое там серьезное перевооружение армии Армении. И, наверное, я здесь, скорее, соглашусь с коллегой, который предположил, что, возможно, здесь больше наносного такого конъюнктурного, что ли, да, и в отношении с Россией здесь немножко так показать. Но, с другой стороны, наверное, действительно, я предположу, что у многих игроков в мире, которые находятся от региона подальше, которые не могут здесь закрепиться, уцепиться, действительно, есть желание немножко подорвать ту ситуацию, которая складывается в регионе, складывается на Южном Кавказе. Это, безусловно, абсолютно новая реальность, которая сейчас перед регионом стоит, экономическая реальность, логистическая реальность, связанная с, ну, пересборкой взаимоотношений потенциальных. Я не говорю о том, что прям случится завтра, но у этого есть действительно очень серьезные перспективы. И, повторюсь, для тех стран я бы предположил, скорее, англо-британскую коалицию, а не французскую. Мне кажется, что вот этим вот, значит, так сказать, партнерам, этим государственным дипломатам, элитам не очень интересно, чтобы дальше этот регион развивался скорее больше в таком экономическом ключе развития и торговли, нежели чем в ключе вот такого постоянного хаоса. И Армения здесь очень интересную роль играет. Она проходит сейчас такой очень сложный этап перезагрузки, перезагрузки идентичности, который связан не только с Нагорным Карабахом, но еще и с геноцидом, и с, возможно, пересборкой своей конституции, пересборкой элит. Ну, в общем, то есть страна несколько подвешена в своем, так сказать, развитии, своем пути государственном. Она во многом ищет себя. Большой вопрос. Я здесь немножко, наверное, со скепсисом отнесусь к этому пути поиска. Но я могу предположить, что, наверное, у соседей этой страны есть определенное беспокойство, что если эта страна все-таки вырулит не туда, если она потеряет власть, если она потеряет управляемость, да, если вдруг в стране возьмут, значит, руководство силы, которые не настроены на мир, на мирное сосуществование, которые настроены на реванш и так далее, то вполне возможно, вот то самое оружие, которым беспокоится президент Азербайджан, может попасть не в те руки, может попасть в центр горячей точки, да, может стать причиной для новой войны в регионе. Ну, и здесь мы, конечно, понимаем прекрасно тогда его беспокойства, если действительно мы придаем им в этом такое значение. Ясно. Я единственную оговорку сделаю тут по поводу оружия. Да, в принципе, мало кто думает, что Армению будет вооружена так, чтобы, ну, скажем так, продвигаться в центр Азербайджана и так далее в случае военного конфликта. Но проблема заключается в том, что превосходство Азербайджана в военном плане оно было всегда, но от этого Армения не становилось рациональной. Понимаете, как еще до войны 2020 года было понятно, что перевешивает со стороны и военный бюджет, и наличие демографического потенциала больше. Но вот Армения выбрала войну. То есть превосходство Азербайджана было не всегда. И в этом-то и заключалась проблема для Армении, что тогда, когда превосходство Армении после войны в течение десятилетий было очевидно, Армения посчитала, что она может зафиксировать ситуацию, не идти ни на какие компромиссы, переговоры и так далее. В этом-то и была, собственно говоря, проблема. Да, в любом случае, это ее выбор. Уже, я хотел бы и ваше мнение в студии узнать по этому поводу. Вот то, что говорится. Опять же, знаете, несоразмерность на самом деле уникальная встреча. Ну, если учитывать, что с грузинами они не встречаются так, с Украиной не встречаются. Хотя там мы видим реальное. Вот то, что Запад реально где-то мало или много, но пытается там, как они считают, помогать. В случае с Арменией, армяне, например, недовольны с финансовой точки зрения, вливания и так далее. Но вот такую встречу они проводят. Как вы это понимаете? Действительно очень такая. Я бы сказал, встреча со скрытым подтекстом. До конца не ясно. Я всегда придерживался. Но если исходить из итогов этой встречи, то есть заявленных сумм финансовой помощи... В деревне недовольны. Понятно, что те объемы, которые были озвучены как со стороны ЕС, так и со стороны США, это, скажем так, не формат встречи, ну, скажем так, руководителей. То есть достаточно было на уровне МИДа провести эту встречу, то есть несколько рангом ниже, а там министров экономики, финансов, там... И этого было бы достаточно. То есть тот формальный высокий уровень представительства этой встречи, он предусматривает вопросы не только экономического взаимодействия. То есть вы говорите, что было двойное дно, да? Ну, безусловно. У них была возможность то, что они говорят о том, что, скажем так, одно дело заявить, а одно дело то, что осталось за закрытыми дверями. Некоторые детали, скажем так, возможных за того, что обсуждалось за закрытыми дверями, оно просочило эспрессу и, в принципе, активно аргументировалось, обсуждалось. И вот эта закрытая часть, она, скажем, больше соответствовала участникам этой встречи, чем какие-то чуть больше 300 миллионов долларов, объявленных на 4 года. А 65 миллионов американских вообще непонятно на что. В течение какого периода времени это может быть и несколько лет. Ежегодно, видимо, не будет. Да, потому что мы, в принципе, помним, что после войны, после 20-го года ЕС говорил о том, что о готовности влить в экономику Армении 2,6 миллиардов прямой финансовой помощи и посредством грантов. Но ничего такого не произошло. Сейчас сумма сократилась до 270 миллионов за 4 года. И, в принципе, это больше гранты, которые будут получать какие-то европейские структуры за оказание помощи Армении. Поэтому, в принципе, во-первых, есть непонимание. Вы упомянули Украину, Грузию. Эти страны занимают и более, скажем так, географически более выгодное место для сотрудничества ЕС и США. Даже Молдова занимает более интересное место. Но Армения может рассматриваться только в контексте того, что ее будут использовать как рычаг давления или же, скажем, подернуть раздражителя в отношении Ирана и России. То есть, частично ее использовать будут как фактор, дестабилизирующий мирные процессы на Южном Кавказе и экономическое развитие региона. Потому что, ну, другого логического объяснения, зачем нужен был такой формат встречи, до сих пор нет. То есть, использовать Армению как некий таран? Я бы не сказал как таран, скорее как тормоз. А, тормоз. Да, да. Как тормоз, который будет, вот, все вот эти процессы. Мы, если вы, скажем, прокрутим назад последние три года, Азербайджан всегда делает акцент на том, что сейчас есть уникальный шанс не просто для мирного процесса на Южном Кавказе, а для стимулирования очень активного экономического сотрудничества в регионе. И это, причем, не краткосрочный период, а с прицелом на долгосрочный период. Это транспортно-логистический, то есть, с учетом вот нынешней геополитической ситуации. И фактически наличие такого тормоза, как Армения, в этому процессу, он будет всячески мешать. Не давать взаимодействовать всем трем странам. Да, понятно. А, Фат, вы что думаете? Я хотел бы, чтобы вы отреагировали то, что в данном случае Анар говорил по поводу, он сказал, не совсем понятно, зачем все это в такую маленькую Армению, притом обещание больше, чем того делать, чтобы ее только лишь играть роль некого тормоза. Вы тоже видите, что это кроме тормоза там вообще ничего нет? Может быть, какие-то там другие непростые такие... Я, если честно, вижу, даже смотрю на это в более широком контексте, что совсем недавно в этот регион приезжал глава НАТО Столтенберг. Тут телефонный разговор ввели президент Алиев с Энтони Блинкером, совсем недавно тоже слушал Вундерлайн. И то, что встреча состоялась 5 апреля в Брюсселе с Арменией, я это вижу не как акт, скажем, прям Евросоюз и США сделать что-то против Азербайджана, подписать пакт против Азербайджана с Арменией. Это, скорее всего, была встреча о том, как можно вырвать Армению из сферы влияния России, сделать ее, скажем, более не пророссийской, чтобы обезопасить этот Южно-Кавказский регион. И смело скажу, что русское влияние на Южном Кавказе, оно сведено к минимуму. То есть встреча, само собой, имела этот потоплек. И еще вдобавок того, что когда госсекретарь позвонил президенту Алиеву, потом Ушсула Фондерлайн, президент Еврокомиссии тоже позвонила, это тоже было своего рода месседж, что гарантия того, что тут не имеет места никакого, что антиазербайджанского, то есть мы не собираемся подписывать. Но вы понимаете, что в Баку мы видели реакцию, не доверяя. То есть мало ли, что Блинкен или Ушсула Фондерлайн, не существует недоверие тоже понятно с точки зрения Баку, что недоверие есть, потому что существует позиция ЕС и существует позиция некоторых членов стран ЕС, которые ведут независимую игру. А так экономические отношения с ЕС очень даже прекрасны, то есть никто не жалуется. Но там есть проблема политически, тот же Бороль, который достаточно ястреб большой. Опять же, это независимые игроки, то есть отдельные, которые выражают симпатию по определенному вопросу, что вот моя симпатия, это, допустим, что некоторые члены кабинета президента Макрона тоже выражают личную симпатию, позицию про то, что вот Франция стоит с армянами навеки и все такое. А так, как структура с ЕС, отношения, они уже давние, они уже прикреплены к определенным пунктам. И поэтому я думаю, что встреча в Брусселе, она мило место. И еще нужно стоит обратить внимание на реакцию в русских СМИ, в российских СМИ, что даже Сергей Лавров, министр России, не помню, какое там издание было, но у него было интервью после этой встречи Брусселя. Он сказал, что Армении стоит задуматься дважды перед тем, как стать, скажем так, инструментом в чужих руках. Потому что значит, что в Армении, в армянских СМИ имеет такой подоплек, что вот нужно избавиться от Евразес, от АКП, потому что они не работают. Ну а кто мешает, если хотят избавиться? И в этом плане министр Лавров сказал, что Армении нужно задуматься дважды, потому что более чем 40% процентов экономики Армении зависит от ее членства в Евразес. То есть там товар вороты, дивиденды и все такое. Поэтому я не думаю, что стоит даже ожидать вот от этой Бруссельской встречи что-либо такого грандиозного, скажем, антиазербайджанского пакта военного. Как я сказал, что просто ЕС хочет врываться вот в этот Южный Кавказ, а потом через Каспийское море в Центральную Азию. И это нужно обезопасить, потому что это южная граница России. Тут нужно получить гарантию, что позиция России, то есть влияние России связана к минимуму, и что в России не будет тут серьезно препятствоваться. Армения, как мы понимаем, что она... То есть получить гарантию, что Россия не будет препятствовать? Да. Как они собираются это получать? И официально Армения, она через эти институты, она прикреплена очень строго к России, и ее нужно оттуда вырвать как-то. Потому что Азербайджан, она ведет нейтральную политику. Да. По поводу обеспокоенности Баку, вот вы сказали, что они звонят, говорят, что, типа, ну, эта история не о вас, да, что они Блинкин хочет и так далее. Вся проблема заключается еще и в том, что мы не понимаем, вот оторванная от России Армения, как она себя будет вести. Вот готов Евросоюз контролировать такую Армению? Вот во что она превратится, да? Примеры того, как страны становятся частью европейского вот этого влияния, как они себя ведут со своими соседями, есть на Средиземноморье особенно, и сейчас не будем выдаваться в подробности, но у нас есть гости из России, вот здесь сказали по поводу минимизации влияния России, и вот буквально вчера, 23 апреля, в Министерстве основных дел России состоялось, состоялось, значит, заседание коллегии министерства, оно называлось «О продвижении российских интересов на Южном Кавказе». Я даже не хочу задавать вопрос, совпадение это или нет, но вот господин Лавров тоже, Сергей Лавров тоже присутствовал на этой встрече. Ну, как бы коллегия МИД обсуждала как бы не широкий спектр вопросов внешней политики России. Россия большая страна, глобальная политика у нее, а именно Южный Кавказ. А что нам делать с нашей внешней политикой на Южном Кавказе? И вот это и 5 апреля, и все это так совпало, я так понимаю. Там есть даже цитата, которую МИД России привел по итогам заседания коллегии, там говорится следующее «Страны коллективного Запада в попытках нанести стратегическое поражение России, стремятся дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе». Мы еще будем, еще там есть цитаты о них говорить, но я в первую очередь вот что хотел узнать. Вот проведение такого обсуждения в МИД России, Петр, вот как эта ситуация выглядит из Москвы, о чем это все-таки говорит. Потому что в последнее время сложилось впечатление, и это российские эксперты тоже дают понять, что вот у нас так много ресурсов, или так мы сильно заняты в Восточной Европе, мы знаем, что там сейчас происходит, что у нас сейчас нет ресурсов, нет возможностей. И создавалось впечатление, что Россия в некотором смысле даже смирилась со всеми теми геополитическими, тектоническими процессами, которые происходят на Южном Кавказе. Вот потом такая встреча и обсуждение. Как вы это оцениваете? Ну, во-первых, очень стоит прям поприветствовать такую встречу, честно говоря, я о ней даже не слышал, хотя только что написал большой текст по поводу стратегических интересов России на Южном Кавказе и испытал огромную проблему с экспертами, потому что мало кто смог, так сказать, внятно и концептуально объяснить, а в чем же этот план или в чем же эти стратегические интересы России заключаются. Естественно, они есть, но пока что все это довольно сумбурно. И там вот, наверное, где речь идет о разработке неких новых стратегий или сохранении прежних интересов, стоила бы там, должна быть такая большая часть, посвященная тому, как мы, как Россия, за эти 30 с чем-то это или даже, наверное, больше, как мы эти интересы последовательно теряли. Практически в каждой из стран Южного Кавказа, наверное, после признания этих ошибок можно переходить к чему-то новому. Действительно, вы, наверное, немножко правильно уточнили, что в некотором смысле, на мой взгляд, безусловно, маленький и такой обывательский, может быть, отчасти, да, все-таки мы, так сказать, плывем на волне таких геостратегических событий, в том числе на Южном Кавказе, и дело здесь не в нехватке ресурсов, а в том, что, в общем-то, довольно давно этих ресурсов на регионы, особенно на регионы Южного Кавказа, в том числе, выделялось очень мало. И во многом все строилось на экономическом взаимодействии. Но и сейчас продолжает, учитывая развитие международных транспортных коридоров, в зависимости от России от логистики по коридору Север-Юг, выросшей за последние два года в разы, да, мы понимаем, что, ну, наверное, вот на этом, на этой базе сейчас и строятся эти взаимоотношения, при том, что вот с позиции мягкой силы, с позиции контакта на уровне политическом, экспертном, дипломатическом, здесь у нас большие проблемы. Опять же, повторюсь, практически каждый из стран региона и вовсе не какие-то там проблемы территориального характера, да, там с той же Грузией, или там проблемы с Карабахом, не стали там причиной, просто, ну, вот, как бы не хватало ни времени, ни усилий. И вот этот большой шлейф провала 90-х, он до сих пор отражается на позиции России. В этом отношении, безусловно, скорее, вот в той фразе, что там вот страны запада, коллективного запада пытаются оторвать Армению из, значит, из, не знаю, давать мы же им это сферу влияния или из партнерских отношений с Россией, безусловно, наверное, стоит признать, что да, а кто бы не пытался на их месте, да, все, в общем-то, вполне логично. Только через запятую надо добавить, что, в общем, мы сами не особо много чего сделали для того, чтобы за последние годы эти отношения укреплять и сохранять, ну, в общем, дали такой пас нашим партнерам. Я полностью соглашусь с коллегами, скорее всего, мы видим вот такую, я сейчас буду очень простыми словами говорить, мы видим такой бартер, который господин Пашинян заключил с коллегами из Запада, из Европы и с Америкой по связанной с развитием, дальнейшее развитие ситуации в регионе, это полный отказ от Карабаха, это полный отказ от каких-то национальных интересов, это постепенный отход так, чтобы не разрушить экономические связи от России взамен на инвестиции, на поддержку диаспоры, на обстраивание в какие-то международные консорциумы, приход больших корпораций, на подключение к транспортным коридорам тем же самым, потому что они все Армению обходят и так далее. Проблема заключается в том, что эта идея эта старая, Пашинян ее вынашу, коллеги рассказывали, еще там в 90-х, в середине 2000-х, в общем-то он спокойно эту идею высказывал, да, обмен Карабаха на инвестиции Запада. Проблема в том, что к нынешнему году, когда, в общем-то, этот обмен, по сути, состоялся у коллективного Запада, больше нет тех ресурсов, которые у него были лет 10-15 назад. И завести эти ресурсы, собственно говоря, довольно сложно. Завести ресурсы диаспоры, но они и так потихонечку приходят, и мы видим, что, в общем-то, экономика Армении после ковидного провала чувствует себя очень неплохо. И, в общем-то, наверное, Пашинян в этом смысле может себе так поставить галочку. Но он бы хотел продлить этот эффект. Для этого нужны действительно серьезные вложения из-за рубежа, которые вот он надеялся получить в США и Европы. И, как верно отметили коллеги, они не получили на этой встрече, получили, ну, небольшую морковку и признание того, что мы продолжаем с вами дальше, так сказать, вести отношения, продолжайте дальше отходить от России, из которой у вас, тем не менее, остаются гигантские, так сказать, товарообороты и гигантская товарозависимость. Ну, вот, собственно говоря, это весь расклад, тоже очень интересно, куда Армения придет. Да, понятно. Я хотел бы немножко расширенную цитату дать с эти, опять же, заседания этой коллегии. Что они говорят? Они говорят, что акцентировано, что ради нанесения России стратегического поражения коллективный Запад вслед за Украиной стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Касказ, подорвать отношения, замечу, что говорят, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства. Ну, я думаю, что ситуация с Грузией, грузино-российскими отношениями более чем очевидна уже последние несколько лет, а ставить под сомнение Азербайджанно-российские отношения, ну, на фоне хотя бы последнего визита президента Азербайджана, в Москву никто не ставит. Как вы считаете, Анар, давайте на чем с вас. Для вас очевидно, что в данном случае МИД России, он вот имеет в виду Армению в данном случае. Есть ли у них план, Анар? Говорят, обсуждают, понятно, да? Но есть ли у них план? Действительно, сейчас, с учетом всех этих геополитических изменений в регионе и, прежде всего, мы берем последние три с половиной года как основу, как базу всех этих изменений, внешняя политика России, она на Южном Кокказе, она подлежит полному переформатированию. Потому что те механизмы и принципы, которые использовала Россия до осени 2020 года, они сейчас абсолютно неактуальны. Я даже сказал бы, они до 2018 года используются, они неактуальны. То есть сейчас России нужно пересматривать и принимать решение, как дальше со странами региона строить отношения. При этом, я думаю, что есть определенная проблема понимания того, как выстраивать. Потому что с каждой из стран ситуация, она кардинально отличается. Нет, скажем, схожих моделей, которые можно было бы условно применить и к Азербайджану, и к Грузии, или же там, скажем, к Грузии, к Армении. То есть в каждой стране должен быть абсолютно разный подход с учетом текущего взаимодействия. Проблема, что с Грузией, более-менее ясно. Это несколько лет уже ясно. Отношения с Азербайджаном, в принципе, там тоже достаточно все прозрачно. И акцент делается на экономические отношения. Они превалируют. Что касается Армении, вот тут главная проблема. Потому что непонятно, как будет развиваться отношение с Арменией. Я бы хотел один момент уточнить. Непонятно, как будет развиваться. Вы имеете в виду российско-армянские отношения. Да, российско-армянские отношения. То есть, когда вы смотрите отсюда, вы не понимаете, есть ли у них план. Да, есть ли у них план, и они тоже выжидательные. Мне кажется, они тоже выжидательную политику занимаются. Зачем? Чтобы окончательно ушли? Нет. Дело в том, что мы один нюанс, мне кажется, не учитываем. Дело в том, что и в ЕС, и в США в этом году формальные выборы. Ну, да. То есть, какая команда, если, условно говоря, вернется Трамп, это будет совсем другая картина действий США на Южном Кавказе. И там уже все эти заверения в отношении Пашиняна, которые сегодня Блинкин, Байден, ну, в основном Блинкин и его команда делают в отношении Армении, они могут быть неактуальными. В ЕС, я думаю, что в настоящее время маловероятно, что сменится... Там придут более правые, я так понимаю, могут прийти еще более худшие Европарламенты, можно получить. Да. Там тоже непонятно... В том, что касается Азербайджана. Да. Но в данном случае, насколько они готовы действиями стоять за Арменией. Вот это, мне кажется, есть интересное. Вот обратите внимание, готовы, не готовы, но Пашинян делает, они двигаются в эту сторону. Пашинян пошел в Европарламент и выступил. Ему ничего так особо. Деньгами недовольны? Пашинян всегда был более прозападным. Он всегда был прозападным. Просто у него есть, я бы назвал такой, он все-таки журналист, у него есть и чутье, он все-таки пытается в какие-то временами какие-то запускает какие-то, скажем так, несуществующие идеи, проверяет почву. Потом под них начинает действовать. Это у него часто... То есть, грубо говоря, вы сейчас говорите, что он может дать заднюю во всей этой истории? Я не думаю, что он заднюю. Он сидит на двух стульях шпагат в стиле Ван Дамма делает. И пытается... Его это устраивает. Его устраивает? Как долго можно это? Вопрос в том, как долго он сможет в таком шпагате усидеть. Потому что, как мы говорим, и как наш эксперт в России сказал, что в России тоже нет четкого понимания, как с ним себя вести. То есть, надавить, не надавить. К чему это приведет? Не надавить, но сломается, да? Поэтому... Создание хрупкое, да? Да. Создание хрупкое. Что он сделает, что он выкинет? И то же самое касается Запада в отношении к нему. Ставить на него окончательно. При этом понятно, что экономически Армения очень сильно связана с Россией. И это ЕСС, от которого он получает очень хороший бенефит в виде налоговых поступлений и все прочее. И делать ставку на него на долгосрочном этапе, в принципе, тоже не совсем правильно. Ясно, ясно. А по-вашему, я сейчас еще раз читать это не буду. У вас славится ощущение, что МИД России в данном случае, вот это союзничество, партнерство, они имеют в виду Армению? И складывается ли у вас ощущение, что есть у них план или нет? И то, что вот они сейчас начали проводить эти обсуждения по Южному Кавказу. Для вас что это означает? Я тоже думаю, что они имеют в виду Армению. Но в том, что почему Россия пассивно реагирует на весь этот процесс, я думаю, что просто они не хотят усугубить ситуацию с Арменией. Потому что скажем, что более радикально отреагивается на то, что происходит в Армении. Потому что там все еще военная база существует, все еще русские пограничники все еще стоят. А у вас нет ощущения, что чем больше Россия не пытается усугубить? Это я слышу. Российские эксперты у нас в эфире говорят, что мы не хотим сделать еще хуже. Но это как-то не меняет вообще ситуацию, не ценят этого в Ереване. Я думаю, что Россия тоже немного занята в плане того, что происходит в Украине. И я все еще думаю, что они пытаются в основном это все исправить путем переговоров или путем дипломатического дипломатического. Ну, может и получится через месяц, через два месяца. Мы это пока что предвидеть не можем. Но все еще имеет место дипломатическая, скажем, нажимка на армянское правительство. Я думаю, что риторика, которой пользуются армянский политический эстеблишмент, не улучшает ситуацию с Россией. И при том, что про ЕС тоже, как я уже высказал, что в июне этого года будут выборы в ЕС. Совсем скоро, как мы понимаем, Шарла Мишеля не будет. Он не будет баллотироваться. Я думаю, что с ее карьерой тоже не все очень лады, потому что ее тоже не может быть. И я думаю, что ЕС, как структура, как организация, то есть то, что на днях мы с Арменией впервые поставили первый пограничный стол. Начали делимитацию. Делимитацию. Это тоже невидимый результат апрельской встречи. Потому что ЕС это отдельный нерегиональный акт, который поднажимает Армению, чтобы она согласилась на медопроцессу. Вы упорно видите какой-то позитивный круг ЕС. Потому что ЕС, как структура, ей нужен стабильный Кавказ. Поэтому приехали эти так называемые гражданские миссии, бывшие военные, разведчики, которые разглядывают нашу границу в бинокль. Это потому что они стабильности хотели? Они хотели, чтобы это имело место в азербайджанской территории. И мы не были против того, что там картина поменялась, стала помутнее. Но имейте в виду то, что сейчас идет геополитическая битва в прямом смысле этого слова. Нужен Южный Кавказ стабильный. Сказать, что ЕС пытается создать некий антиазербайджанский военный пакт с Арменией, чтобы началась новая война, это как-то нелогично. Я согласен, что нелогично. Но иногда люди поступают нелогично. ЕС от этого не выиграет. Имеют место позиции независимых стран. Допустим, что с Италии совсем недавно замминистра МИД Италии высказался против того, что в Венгрии играют с нами европейские страны не ЕС. Есть страны Сербия, Хорватия и все такое. Потому что нет того, что ЕС готовят почву для новой войны, потому что от войны ЕС там ничего не выиграет. Им нужна дорога в Центральную Азию. А дорога лежит только через Азербайджанский Каспийский море. Поэтому понятно, что они поднажимают Армению, что уже пора что-то подписать. Будем надеяться, что поднажимают. Но есть ощущение, что Франция подменяет собой политику Европейского Союза. И поэтому возникает то, что все возникает. У меня последний вопрос. У нас остается буквально несколько минут. Петр, я хочу поговорить с вами. Мы много говорим о российско-армянских отношениях. Гости в студии сказали, что Россия каким-то образом хочет повлиять, объяснить Армении, что ее сегодняшняя риторика никуда не годится. Я так понимаю, сегодня это же пыталась сделать председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она коснулась заявления Алена Симоняна. Это спикер парламента Армении, который сделал это на конференции Европейского Союза. Я просто быстро попытаюсь провести цитату, которую говорила госпожа Матвиенко. Она сказала, что хотелось бы задать коллеге председателю парламента Армении вопрос, от чего имени он озвучил такого рода сюжета. Я приведу цитату. Ален Симонян сказал, что с учетом того, что в центре внимания конференции вопрос вторжения России в Украину и ближневосточный конфликт, он хотел бы подтвердить, что Армения решительно защищает территориальную целостность Украины. Вот это сказал Ален Симонян, спикер парламента Армении. И Матвиенко на это реагирует. От чего имени он озвучил такого рода сюжета? Это точно не от имени армянского народа, с которым Россия связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления. Я бы направил письмо в парламент Армении, запрос от чего имени он выступал. Такие антироссийские выступления недопустимы. Просто было стыдно за нашему коллегу, что он заступил за Красные Лиги. Я просто опять же говорю, это говорит глава Совета Федерации России о спикере парламента. Армении, союзники Армении. Она говорит, что за него стыдно. Теперь я хочу понять, индикатором чего это является? Это Адиман. И второе, что она говорит, от кого имени он это говорит. Вообще-то он представитель правящей партии, которая имеет большинство в армянском парламенте. Насколько уместен этот вопрос? От кого имени он говорит? Пожалуйста, Петр, у нас полторы минуты. Вы понимаете, что армянское руководство собирает всю энергию с армянского народа. Оно, если бы могло, если бы не было большого товарооборота с России, о котором я говорил, оно бы давно сказало. Вы знаете, товарищи коллеги, вы нас раздражаете, мы вас виним в том, что мы потеряли территорию, что вы не отправили своих солдат воевать за нас. Вот что бы сказал бы с удовольствием и спикер парламента, и правящая партия, и много-много еще людей в Армении. Так бы сказали не все, но большая проблема России в том, что ей не к кому обратиться. Нету завязок в армянской элите, которую можно было бы считать однозначно пророссийской или альтернативно пашинянской и так далее. Это вот такое болотце пока, которое не может нащупать себя. Есть довольно большая группа, которая верит в Пашиняна, что он ведет Армению к развитию, к экономическому процветанию вместе в паре с дружбой, в дружбе с западными странами и партнерами. Вот в чем проблема. И Россия может очень долго изъявлять вот эти вот все негативы и так далее. Но на самом-то деле опереться пока в Армении России некуда. Остается только ждать, пока там сменится элита либо консолидируется какая-то новая в этом проблема. 20 секунд буквально. Вот фраза просто было стыдно за нашего коллегу. Понимаете, я не готов думать, что союзные государства так друг о друге говорят. Тем более мы понимаем, какое место в российской государственности сейчас занимает Совет Федерации, там парламент. Стыдно за своего коллегу. Я вот хочу понять. Россия все-таки уходит из Армении? В эту картину все-таки видите ли? Понимаете, как с ружьем, которое там висит. Сколько так можно? Все тянуты ждут. Сначала выборы президента США, потом нового Пашиняна и так далее. Проблема в том, что ни в одной, ни в другой стороне нет стратегии. Есть некое вот такие благопожелания. Я потерял цифру, честно говоря, сейчас искал. Но если я не ошибаюсь, на 800% вырос товарооборот за последний год или полтора с Арменией. Ни с одной другой страной СНГ у России не вырос настолько товарооборот. Вы представляете, какая сильная зависимость именно экономическая? А вот политически такой зависимости нет. И вот это как левить рак и щука тянет ситуацию в разные стороны. Поэтому такие противоречивые заявления, в том числе от армянского руководства. Да, но если так тянет, то разорвет. Рано или поздно разорвет. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие, напоминаю нашим зрителям все это время. В студии на наши вопросы отвечал гендиректор Интерфакс Азербайджана Анар Азизов. Анар, большое спасибо. Спасибо еще раз за приглашение. Кроме того, с нами был политический обозреватель Фуат Шахбазов. Фуат, вам тоже большое спасибо. А из России с нами беседовал заместитель главного редактора журнала «Монокль» Петр Скоробогатый. Спасибо, Петр. Спасибо, Владимир Владимирович. Напоминаю, в эфире телеканал CBC была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Санан Зайв. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова